Адепто БХ Оупен Адепто БХ Оупен К сожалению, организаторы данного мероприятия оказались дилетантами. Изначально игрокам забыли привезти компьютеры. Когда эту проблему решили, в них не оказалось видеокарт. Говорят, украли. Ну и на десерт из-за неоплаченного отеля полиция отобрала у игроков паспорта. В конце концов, проблемы разрешились и финал состоялся. Однако игроки уехали домой не с самыми приятными воспоминаниями. На третье место сегодняшнего списка становится турнир Escalade Moscow Cup 2014 по Dota 2, который проходил в Москве. Естественно, название себя не оправдало. Организаторы не удосужились тщательно проверить техническую часть интернет-безопасности. Вследствие этого в первый же день ландфинала начались продолжительные ДДОС-атаки. Каждые матчи длились невероятно долго, а грандфинал вообще был перенесен в онлайн-режим. Ну а жемчужное мероприятие стало невыплата призовых денег победителям. Вот такой вот Excellent Cup. На втором месте нашего ТОП-5 расположился еще один турнир по Dota 2 – Major All-Stars 2015. Изначально, как и многие другие, мероприятие обещало быть успешным. Здесь и хороший призовой фонд в 100 тысяч долларов, и лучшие команды Европы, и нестандартное место проведения. Однако весь восторг быстро исчез. Отсутствие интернета для комментаторов, горящая проводка, старые компьютеры и нападающие на игроков малазийские тараканы – все это почти разрушило соревнование. К счастью, с помощью менеджера Team Empire Сергея Быковского удалось устранить некоторые неприятности и довести турнир до конца. На лидерскую позицию нашего списка попадает турнир India Gaming Carnival. Соревнования проводились по КС 1.6, Первой Доте, Call of Duty, Battlefield и FIFA. Среди СНГ-команд на этот карнавал отправились Moscow Five. По приезду игроки обнаружили заброшенный ангар с самодельными деревянными столами. После того, как участники М5 привыкли к этим индийским киберспортивным стандартам, их ожидала турнирная сетка, изображенная карандашом на листе А4. Также наши кайсеры столкнулись с отключением всего электричества в игровом зале, с кражей их вещей и с продажными судьями. По возвращению домой коллектив Moscow Five был еще и обвинен во лжи. Ну и напоследок, никаких выплат из призового фонда в 300 тысяч долларов после турнира так и не произошло. Благодаря всему перечисленному, данное мероприятие получает титул самого провального турнира в истории киберспорта. Киберспорт растет не по дням, а по часам. Вместе с ним растем и мы.